Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашим гостем будем говорить о работе областной инспекции охраны животного и растительного мира. Присоединяйтесь! Андрей Андреевич Долгий – начальник Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Родился в 1973 году в Бобруйске Могилевской области. В 1992 году окончил Бобруйский сельскохозяйственный техникум. В 2010 – Московскую современную гуманитарную академию. В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь работает с 2005 года. Занимал должности Государственного инспектора Бобруйской и начальника Осиповичской межрайонных инспекций. В 2014 году возглавил Гомельскую областную инспекцию охраны животного и растительного мира. На вопросы, которые касаются деятельности областной инспекции, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер, номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте, Ольга. Скажите, пожалуйста, вот после стольких лет работы в инспекции, вы можете рыбалку и охоту воспринимать как вид отдыха? Вы знаете, на сегодняшний день законодательство в природоохранной сфере постоянно совершенствуется. Это позволяет каждому гражданину, не нарушая нормы права, получать максимальное удовольствие от охоты, рыбалки, активного проводить время на водоемах и в лесу. А вы сами можете это так воспринимать? Или для вас это исключительно работа? Вот как себя чувствуете на рыбалке и в лесу? Ну, вы знаете, за столько лет, наверное, это переходит больше в область работы, но стремление постоянно побывать на природе и почувствовать солнце, почувствовать воду и воспользоваться теми дарами природы, которые наградила наша республика, она тоже притягивает меня. Вы рыбачите? Рыбачу. Да, где любите в Гомельской области? В черте Гомеля? Иногда, как позволяет время, и в черте Гомеля. А охотой? Сами занимались когда-нибудь? Занимался, но оставил это занятие. Не приносит удовольствия? Вы знаете, на сегодняшний день уже нет. Когда вы столько знаете об этом, то, наверное, да. Где проходит граница между охотником и браконьером? Вы знаете, на мой взгляд, граница проходит в сознании каждого человека. И начинается с потребительского отношения к природе. Ведь если человек думает только о собственных нуждах, не задумывающем о будущем, о наших детей, если он игнорирует законодательство, законы природы, то в конечном итоге он не становится нарушителем природоохранного законодательства. А я думаю, что даже те, кого законодательство вполне может назвать браконьером, себя все равно считают просто охотниками. Вот где эта граница проходит, когда человека могут задержать? Он должен быть без лицензии, он должен какой-то арсенал охотничий иметь при себе. Когда уже эти туши убитых животных у него на руках, как понимают инспектор, кто перед ним, охотник или браконьер? Вы знаете, наши инспекторы наделены и полномочиями, и специальными знаниями, и навыками. И исключительно эту грань прочувствуя через те нормы и правы законодательства, установленного в Республике Беларусь, и определяется та грань. Но в первую очередь это должен, конечно, ощущать и осознавать каждый человек. И на сегодняшний день те люди, которые занимаются охотой, рыбалкой, они достаточно имеют большие познания в этой сфере. Потому что открыты и доступны и средства массовой информации, и интернет-издания. Поэтому все, кто пользуется и отдыхает, наделены и знают. Вот инспектор с первого взгляда, с одного может определить, кто перед ним? Добросовестный охотник или нет? А как? По повадкам, по взглядам, по форме одежды, по культуре, поведению. Это сразу видно. Частые такие встречи в Гомельской области? К сожалению, имеют место быть. Андрей Андреевич, Вы работали в разных регионах, в разных инспекциях. У Гомельской области есть своя специфика, которая отличает регион от других территорий? Конечно. В Гомельской области есть своя специфика, а можно об этом говорить много. Гомельская область имеет значительные природные богатства. По территории проходят такие крупные реки, как Днепр, Сож, Березина, Припять. Расположено более 40 видов водных объектов. Гомельская область – самый лесной регион Республики Беларусь. На территории области функционируют 120 особо охраняемых природных территорий. В их числе национальный парк Припятский. Важной особенностью является наличие в Гомельской области восьми административных районах зоны отселения и отчуждения. Брагинский, Лоевский, Хойницкий, Нарвлянский, Ельский, Ветковский, Добрусский, Чечерский. На территории более 200 тысяч гектаров загрязненных земель. Брагинского, Хойницкого, Нарвлянского района. Действует Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Это все не может не отражаться на объемах Гомельской области. Больше таких природных явлений на территории республики, да и во всем мире, не существует. Ну да, у нас достаточно большие территории, которые относительно пустынные. Там мало людей, да. И, наверное, браконьеры туда отправляясь, рассчитывают на то, что никто их нарушений и не заметит. А вот эти нежелательные встречи в лесу, о которых мы с вами говорили, они, как правило, и происходят вот на этих территориях? Не только. Иногда встречи происходят и на территории даже города Гомеля, потому что сам город очень, во-первых, сильно населен, а второй, что и составляет как хорошие стороны. Только вот на территории города Гомеля есть столько рек, озер, прямо расположенных в Гомеле. Река Сош огибает город и заходит в некоторых местах. Поэтому встреча с людьми, которые пытаются нарушить закон, зная это, конечно, может быть и на тех территориях, на которых гражданам посещение запрещено, так и в черте города Гомеля. Ну, а встреча в лесу с вооруженным человеком такое предприятие, конечно, рискованное. Люди, которые приступают к закону, которым есть что терять, могут быть очень решительными, а у них еще при этом есть оружие. Вам бывало когда-то страшно за себя? Ну, я не буду говорить, что люди все бесстрашные, но, конечно, были такие ситуации, в которых человек задумывается, как ему поступить в данной ситуации. Но в этих ситуациях, конечно, знания, тренировки и те специальные навыки, которыми наделены государственные инспекторы, инспекции, конечно, и приходят на помощь, и помогают отражать те нападки, которые от некоторых людей специально этому происходят. На сегодняшний день государственные инспекторы находятся под защитой государства, имеют специальные навыки и познания, наделены достаточно широкими полномочиями. Они имеют право носить и использовать боевое оружие, специальные средства, проверять документы на право использования объектов животного растительного мира, останавливать транспортные плавучие средства, производить досмотр вещей, транспортных средств и судов, а также орудия охоты и рыболовства. Поэтому любые риски в нашей деятельности максимально ограничены и прогнозируемы, я бы сказал. Ну, слава богу, если так. Профессия по-настоящему мужская, очень сложная, очень много требований к кандидатурам инспекторов предъявляется. А сколько сегодня сотрудников в Гомельской областной инспекции? На сегодняшний день в Гомельской области, не только в Гомельской областной инспекции охраны животного растительного мира, а в Гомельской области работают 35 государственных служащих всего. Основной сферой деятельности государственной инспекции является осуществление государственного контроля в сфере рыболовства, охоты и лесопользования. Поэтому каждый работник владеет знаниями в данных сферах. Между тем, работники Государственной инспекции охраны животного растительного мира нацелены не только на выявление нарушений по компетенции. Так, к примеру, за 2017 год работниками было выявлено более 20 нарушений ПДД. Большинство из них – это управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Около 10 нарушений требований режима радиационной безопасности в местах, подвержившихся радиоактивному загрязнению. Андрей Андреевич, как сфера ответственности, я имею в виду, нагрузку территории распределяется между инспекторами? Вот что касается районов, да, и деления. Деления, значит, в Гомельской области существует 5 межрайонных инспекций. Брагинская, Мозырьская, Жлобинская, Светлогорская. Межрайонная инспекция состоит от 3 до 5 государственных служащих. Они наделены автомобилями, лодками, снегоходами, квадроциклами. По штату положено. Эти служащие осуществляют государственный контроль, выражающийся проведение проверок и полевых контрольных мероприятий. Максимально стараемся задействовать каждый день, меняются группы. При этом большая часть мероприятий запланирована. Однако имеют место быть и внеплановые выезды, ночные, с целью проверки поступившей информации. Как часто это происходит? Планируется мероприятие каждый день. Каждый день работает одна, две, до трех групп по всей области в зависимости. И у каждой межрайонной инспекции практически круглосуточно несут дежурство инспекторы. Накануне вместе с инспекторами в рейд отправились и наши корреспонденты. Давайте посмотрим сюжет. Не самая оживленная трасса региона. Инспекторы Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира останавливают для проверки автомобиль, груженый древесиной. И практически одновременно рядом останавливается легковая машина, водитель которой начинает предъявлять явно необоснованные претензии к офицерам о создании проблем для движения транспорта. Правда, при виде видеокамеры телерадиокомпании Гомель правда, искатель сразу же скрывается. Так и непонятно, то ли это действительно случайный водитель, то ли сопровождающий нарушителя. Хотя на этот раз больше похоже на первое. Водитель является работником ЖКХ и работает официально. Еще через несколько минут инспекторы останавливают лесовоз акционерного общества «Гомельдрев». Здесь тоже без нарушений. Заявленное в документах 33 кубометра вывозимого леса соответствует действительности. Вообще, случаев открытого барканьерства в последние годы становится значительно меньше. Даже елки под Новый год жители Гомельской области предпочитают теперь изготавливать законно. По отношению к физическим лицам, фактов нарушений зафиксировано не было. В основном были в области зафиксированы нарушения, где отводились не те участки, на которых производилась заготовка новогодних деревьев. Были организованы выездные торговые ряды, где тоже сейчас реализация новогодних елей. Поэтому все освещалось в средствах массовой информации. Поэтому население уже более дисциплинировано, обучено в этом плане. Поэтому приобретают либо в лесничествах, либо на новогодних базарах. Впрочем, говорить о всеобщей законопослушности пока не приходится, в том числе в отношении субъектов хозяйствования. В некоторых лесничествах, например, под видом санитарного ухода, вырубают деловую древесину, которая таким образом оказывается неучтенной. О ее последующей реализации о полученных доходах часто можно только догадываться. Такие факты в инспекции охраны животного и растительного мира выявлялись неоднократно. Впрочем, обвинять в нарушении природоохранного законодательства только субъекты. Хозяйствование тоже неправильно. Во время рейда на этом Гомельском озере находятся несколько десятков любителей подледной ловли. И никто не гарантирует, что среди них нет браконьеров. Обычные рыбаки на таких людей злятся. Кто-то целый день сидит, чтобы выловить 2-3 рыбки, а кто-то за час ловит полмешка. Однако в инспекцию звонить не спешат. Хотя, по большому счету, такая позиция ничем не лучше открытого браконьерства. Которая, кстати, может привести и к реальному тюремному заключению. В субботу около 6 до 7 часов утра в Речицком районе на территории судоремонтного завода задержали двух граждан, осуществляли незаконную добычу рыбы с использованием запрещенных орудий рыболовства двух сетей. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что данные граждане в июне месяце привлекались к административной ответственности за такое же деяние. На место была вызвана следственная оперативная группа. Данные граждане будут привлечены к уголовной ответственности. Впрочем, нарушают законодательство не только рыбаки. Лишь в январе этого года в Гомельской области официально зарегистрировано 21 нарушение правил охоты. Изъято 20 ружей, в том числе 3 незарегистрированных. И на еще один момент из следующего интервью предлагаем обратить внимание. У многих охотников изымаются боеприпасы вроде пули и картечи, которые у них находиться никак не должны. Значит, по большому счету были готовы встретить крупного зверя, на добычу которого лицензии не было. И выстрелить, а вдруг не поймают. В основном сейчас нарушение правил охоты заключается в гражданами использовании боеприпасов, запрещающихся для охоты на пушные виды. То есть, в основном, эта пуля использует пулю и картечь, что запрещено правилами. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях Андрей Долгий, начальник Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Андрей Андреевич, обсудим введенное в сюжете чуть попозже. Давайте рассмотрим те вопросы, которые пришли к нам на Вайбер. Какова норма вылова рыбы на одного человека? И какая ответственность за нарушение этих норм? И как часто за это наказывают? По сути, три вопроса в одном. Норма вылова на одного человека? 5 килограмм в сутки. 5 килограмм. Какая ответственность за нарушение? Каждая рыба, добытая больше установленной нормы, считается, подсчитывается и, согласно ТАКС, для определения вреда, причиненного окружающей среде, имеет свою ценность и входит во вред, причиненный в результате незаконного воздействия. Какие самые дорогие виды? Самые дорогие виды, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, такие как сик, ряпушка, осетр, угарь. Они действительно... Могут в копеечку, да? И как часто за это наказывают? Мне интересно, как это выявляется в первую очередь? Инспектор может просто подойти к группе рыбаков, посмотреть, что и сколько на каждого человека. Инспектор должен подойти к рыболовам, любителям в угодьях, посмотреть улов, определить видовой состав добытой рыбы. И в случае, конечно, если рыбак-любитель поймал виды, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, то он должен в непроверденном виде выпустить в состояние естественной свободы. В любом случае? В любом случае. Как бы ни была эта рыбка... В каком бы состоянии она ни была, да? Да, как бы она ни привлекала, будем говорить так. Ну да, это, конечно, жестоко для рыбака. Как часто за это наказывают? Вы знаете, рыбаки-любители в основном все знают виды этих рыб. И вот за последний год не было случаев привлечения за именно те виды, которые в данном месте или в данное время. Но хотелось бы обратить внимание, что есть запреты на любительский лов рыбы. Так называемый нерест всех видов рыб, когда разрешено добыча рыбы любительскими способами. Разрешено с берега в светлое время суток одной поплавочной удочкой, либо одним спиннингом, оснащенный одной блесной с одним крючком. Ну тут не до 5 килограммов, да? Тоже до 5 килограммов. Ну, я имею в виду, что об таком улове не приходится говорить. Вы знаете, есть такая пословица, что рыбака кормят весна и осень. Поэтому много граждан, есть специальные граждане с уклоном, чтобы именно весной добывать рыбу. Или некоторые ждут первого льда для того, чтобы добыть определенные виды рыбы. Так вот щука идет по первому льду, платва идет по первому льду. И тут надо знать и ответственность, чтобы добыть эту рыбу. И, конечно же, в это время, когда лед тонкий, нужно соблюдать те правила поведения на водах, на тонком льду, которые обеспечивают жизнь нашим гражданам. Сейчас как раз уже то самое время и подступило, когда лед уже рыхлый и лед уже опасный. Выявляет ли инспекция случай подводной охоты в области? Да, выявляет. Но у нас есть водоемы, на которых разрешена подводная охота при наличии определенных документов и соответствующем снаряжении. Но есть водоемы, на которых подводная охота запрещена соответствующими нормативно-правыми актами. Да, в этом году были случаи, когда инспектора привлекали к ответственности административной за нарушение правил подводной охоты. А интересно, где? В каком водоеме? Это СОЖ, даже, по-моему, в черте города был привлечен гражданин река Ипуть. Инспекторы сами выявили или это было сообщение рыбака? Бывают сообщения, бывают и при мониторинге, и при проведении. Рыбаки заядлые очень не любят людей, которые практикуют подводную охоту. Да, к сожалению, у нас рыбаки делятся на касты, которые рыбаки-любители удочники не любят тоночников. И все они вместе не любят подводников. Им это можно понять. Андрей Андреевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Я бы хотел узнать, что сегодня вырубается лесной массив, который заражен короедом. Кто его на сегодняшний день контролирует? Заражен, этот лес не заражен, выразается такими делянками большими, что скоро пустыня будет. Контроль какой-то осуществляется. А где место высечки, которое вас интересует? По всему месту. То есть не какой-то конкретный район, а в принципе территория области, да? Да, территория пораженная. Территория области зараженная. Да, Александр, вопрос понятен. Спасибо. Ваш вопрос понятен, он актуален. Охраняет и мониторит эти вопросы. В первую очередь, это лесная охрана, вырубки, которым подвержены зараженные участки леса короедом. Они назначаются в рубку, они планируются, на них выписываются и обеспечены соответствующими документами эти вырубки. Но, к сожалению, я вам скажу, что вопрос на сегодняшний день очень злободневный. И если мы не избавим пораженные участки от их же заражения, то мы в этом году, на следующий год, мы можем потерять значительные территории лесных массивов. Андрей Андреевич, а такие случаи, когда под видом зараженного леса вырубаются здоровые, выявлялись? Да, фиксируются. Бывают такие случаи, они пресекаются. Это обыкновенная планомерная работа инспекторов. И не только инспекторов, это и работа лесной охраны, работников ПЛХО. К сожалению, они имеют место быть, но это все под контролем. А кто и с какой целью этим занимается? Это предпринимательские структуры? Бывают предприниматели, которые под разрешенную к заготовке древесину пытаются еще прибавить к своим запасам. И заработать тем самым некоторые незаконные средства. Но бывают и граждане, бывают и юридические лица, и физические лица. Штрафы значительные? Штрафы на сегодняшний день значительные. И в той даже сфере, что сейчас усилены нормы ответственности именно в части лесопользования. Присоединился к нам наш телезритель по имени Геннадий. Есть сообщение в Вайбере. Нужно запретить лов рыбы во время нереста. Вот такая ремарка. И так ведь действует сезонный запрет на время нереста. Да, действует. На определенные виды. Спасибо, Геннадий. Действует запрет. Но, вы знаете, то рекреационное значение, которое имеет именно любительское рыболовство в его начале, очень много людей и отдыхают. И те люди, которые во время весеннего нереста, во время запрета, действительно законными способами осуществляют любительский лов рыбы и отдых, они не наносят того вреда. Тут опасные какие-то приспособления, да, которые используются для ловли. Да, бывают. Вот в это время используют различного рода живодеры. Те накалывающие устройства во время нереста, когда рыба нерестится и близко подходит к берегу, некоторые с очками, подсачками ее пробуют ловить. Да, это имеет место быть, но это тоже мониторится, тоже пресекается. Мы видели в сюжете такой один день, да, один день рабочий инспектора, выезд в рейд. Конечно же, все они проходят по-разному, и разные случаются встречи на пути у инспектора. И делать выводы какие-то можно только за достаточно длинный период времени. Вот если говорить об итогах прошлого года, как вы их оцениваете? Ну, вы знаете, вот за три года работая в области, сам фактор человеческого воздействия незаконного на объекты животного и растительного мира, он уменьшится. Но если мы будем брать те факты и статистику за прошлый год, я примерно могу ее назвать. За 2017 год инспекциями Гомельской области выявлено около полторы тысячи нарушений природоохранного законодательства. Из них 620 нарушений в сфере рыболовства, 97 в сфере охоты, 511 нарушений в сфере лесопользования. По фактам выявленных нарушений природоохранного законодательства с признаками уголовного наказуемых деяний органами уголовного преследования возбуждено 71 уголовное дело. Изъято 4 электроловильных устройства, 664 сетей, это примерно 50 километров, 136 прочих орудий рыболовства. Выявлено 1600 килограмм незаконно добытой рыбы. Изъято передано на хранение в РУВД 83 единицы огнестрельного оружия. Из них 35 единиц незарегистрированного оружия. Выявлено незаконных порубок около 4 тысяч метров кубических. Но здесь бы, конечно, хотелось отметить совместную работу с органами внутренних дел. Совместно со Следственным комитетом мы проводим постоянное участие, постоянно эти встречи, эти полевые контрольные мероприятия, они неразделимы. Хотелось бы отметить постоянную совместную работу с местными исполнительными распорядительными органами. На сегодняшний день, без такого активного взаимодействия невозможно представить и, учитывая ту численность инспекторов на область, невозможно представить, конечно, работу инспекции охраны животного и растительного мира. В этом году государственной инспекции исполнилось 15 лет, год юбилейный. Андрей Андреевич, я поздравляю вас, поздравляю ваш коллектив. И так понимаю, что наладить работу, наладить сотрудничество с правоохранительными службами за это время удалось. А если мы проследим динамику выявляемых нарушений от начала, простите, пожалуйста, тут у меня не выключен звук, позвонить нам, к сожалению, Наталья, нельзя, напишите ваш вопрос нам в Вайбер. Если проследить динамику от начала работы инспекции 15 лет назад и то число нарушений, которые выявляются сегодня, то, какой график мы увидим? Есть ли какое-то поступательное снижение или нет? Да. С начала работы инспекции, даже можно проследить это по цифрам, силами работников инспекции Гомельской области за этот период выявлено около 40 тысяч нарушений, в том числе 30 тысяч нарушений правил рыболовства. Более 4 тысяч правил охоты, около 5 тысяч правил лесопользования. По фактам нарушений природоохранного законодательства возбуждено около тысячи уголовных дел, изъято более 45 тысяч сетей, это около 15 километров, 64 электроловильных устройства, 8 тысяч других запрещенных орудий лова. Наибольшее количество нарушений природоохранного законодательства выявляется в сфере рыболовства. Но еще 15 лет назад эти нарушения носили массовый характер. На сегодняшний день вал нарушений, я не скажу, что он эпизодический, но удалось сократить практически в половину. Спасибо, Андрей Андреевич. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Мне очень нравится работа инспекции, в общем, работа инспекторов. Скажите, пожалуйста, вот как человек ответственный, я подхожу, конечно, к окрайней природе, могу ли я как-то устроиться к вам? Есть ли какие-то критерии по подбору персонала вообще? Да, спасибо. Андрей Андреевич, какие требования к будущим сотрудникам предъявляются? Значит, конечно, можно попробовать свои силы прийти к нам, все требования государственным служащим по приеме на работу и те критерии отбора мы вам доведем. Сдается специальный, значит, высшее образование, профильное. Профильное у нас подразумевается в первую очередь это юридическое образование, образование природоохраны, так, экологическое образование, образование в области лесопользования, после чего проходит до 10 полевых контрольных мероприятий в случае успешно сдачи государственного экзамена. Вы попробуйте себя, приходите, пожалуйста, я вас приглашаю. Сотрудники нужны? Есть вакансии? На сегодняшний день штат укомплектован и текучесть кадров, я бы сказал, что не очень большая. Но в первую очередь, конечно, человек должен определить для себя можно быть и в резерве какое-то время, если кандидатура подходящая. Андрей Андреевич, давайте обратимся сейчас к тем вопросам, которые к нам поступают. Разрешена ли ловля раков и какова норма вылова на человека? Какой способ ловля разрешен? Разрешена ловля раков. У нас порядок добычи и количество установлено и прописан в правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства до 30 штук в день на рыболова. В черте Гумеля чуть ли не в центре не раз видел браконьерские сети на СОЖе, на Роповском озере, на Грибном канале в Якубовке. Что делать? Патрулируют ли инспекторы в черте города? Постоянно инспекторы патрулируют в черте города. К сожалению, есть еще такие факты, когда некоторые граждане действительно устанавливают незаконные орудия лова. Но еще возможно, иногда рыболовы-любители и граждане путают незаконные орудия лова с разрешенными орудиями специальными орудиями лова устанавливаем арендаторов, но не в черте города. То есть в черте города такие орудия не установлены? На сегодняшний день не установлены. Это если граждане видят установленные, запрещенные к применению при любительском рыболовстве орудия лова, это значит орудия лова запрещенные к применению. И установленные незаконно. У арендаторов немножко принципы другие, да? Есть разрешенные? Да, сети материалов, они прописываются в рыболовно-биологическом обосновании, имеющем положительное заключение государственной экологической экспертизы. И количество этих орудий лова, их виды, размеры, типы и чьи, и сколько рыбы можно выловить, установлено лимитом на разрешенным. Они обязаны выполнять, арендаторы, эту квоту, которая устанавливается. Андрей Андреевич, у нас есть сообщение, которое я, пожалуй, цитировать не буду, потому что содержит оценочные суждения, касаются арендаторов, но я хотела бы знать, как сейчас складываются отношения у арендаторов. Не звоните нам в эфир, пожалуйста. Как складываются отношения у арендаторов с инспекцией, и выявляете ли вы нарушение этой деятельности? Да, к сожалению, не все арендаторы, будем говорить, относятся к своему виду деятельности с тем, будем говорить, не все они законопослушные. Да, бывают случаи нарушения, да, мы их привлекаем, да, очень негативная, в основном негативное мнение на арендаторов складывается. Но оно может быть необоснованно, да, ни на чем? В некоторых случаях оно, конечно, не обоснованно. У нас есть одно сообщение, которое я обязательно передам. Не хочу просто засчитывать, потому что такие факты нуждаются в проверке, быть голословными в эфире мы не можем, но Андрей Андреевич его получит, и, я уверена, проверит. Андрей Андреевич, у нас еще есть опрос, предлагаю сейчас к нему перейти. Встречались ли вам факты браконьерства? С таким вопросом наши корреспонденты обратились к людям на улицах Гомеля. На реке видела, что касается животного мира, нет. Видела только браконьеров, которые ловят рыбу. Сталкивалась, ну, очень давно, еще во времена Брежневские. По классе отстреливали деревня, сейчас они уже выселенные. Вот. Сетью рыбу ловили во время нереста. Все было. Не сталкивался. Никогда? Никогда. Ну, сейчас зимой не замечала. Рыбу ловят удочками, как положено. Зимой я не видела такого. А летом? Ну, летом бывает, вы сами знаете. Особенно в сезон ягод. Как они их собирают, как они граблями все это грибут, хотя запрещено. Ну, на рынке вот покупаешь, оно видно прямо чуть ли не с корнями и с листьями. Рыбу там и глушат, и сетями ловят, и все остальное. Нет, не сталкивался никогда. Вот не сталкивался. Как-то никого нет, ни знакомых, ни охотников, ни рыбаков. Не знаю, не приходилось. Сколько положено всего? Пять удочек, по-моему, да? По одному крючку, или там по сколько. А у них стоит 20. Вот два человека стоят на речке, и у него, у одного, я так считаю иногда, на двоих у него бывает по 30, по 25 удочек этих стоит. Браконьерство или нет? Сам браконьерством не занимаюсь, ну, и не советую другим заниматься, потому что сейчас и ответственность очень строгая, и материальная, и уголовная. Поэтому просто я высказываю свое мнение, кто этим еще думает, заняться. Лучше не нужно. Это будет очень и очень накладно. Андрей Андреевич, вот как оцениваете, сформировалось сегодня в обществе такое однозначно негативное отношение к подобным фактам? Да, можно смело говорить, что наши граждане занимают очень активную позицию и неприемлемы факты работают. Это мы судим об этом по работе горячей линии. Судим об этом, встречаясь и постоянно мониторяя ситуации, встречаясь с рыболовыми любителями, охотниками в угодьях. Постоянно звонки на у нас существует горячая линия, существует обращение граждан. Очень активная позиция, потому что наши люди стали обращать на это внимание и мимо стараются не проходить. А сейчас инспекция стала еще и мобильной, появилось специальное приложение для смартфонов и установив его госинспекция, оно называется можно сообщить о каком-то факте нарушения природоохранного законодательства. Полезная новация? Да, конечно. Увидя факт и имея приложение, мобильное приложение, оно доступное, оно сейчас идет в порядке мониторинга, изучения, но уже, я, насколько знаю, даже сегодня по средствам массовой информации прошло, что зарегистрировано около трех тысяч пользователей, уже есть наработки по нашей Мозырской инспекции, гражданин прислал фотографию установленных сетей, было отреагировано через мобильное приложение, определяется место путем GPS-навигации, определяется место и выезжает полевая группа, отрабатывает, но, к сожалению, по количеству инспекторов мы будем, конечно, стараться отреагировать на все звонки. Но, к сожалению, сейчас уже ответить на все вопросы, которые в Вайбер к нам пришли, не успеваем, но Андрей Андреевич их увидит, я думаю, что ответы так или иначе вы получите. Андрей Андреевич нужна, видимо, на сайте госинспекции информация, особенно по арендованным водоемам. Спасибо большое за то, что сегодня вы пришли к нам. Спасибо. Андрей Долгий, начальник Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова